Простейшая техника рисования, которую освоит даже малыш. Вас переполняет желание рисовать, вы присматриваетесь к разным курсам и онлайн-урокам, но кажется, что это невозможно, сложно, и вы не знаете, с чего начать. В этом видео я покажу вам самую простую и доступную технику рисования, которую освоить может абсолютно любой. Досматривайте это видео до конца, и я вам расскажу, с чего точно не нужно начинать рисование. Иначе вы просто разочаруетесь в процессе. Очень часто нас пугает страх белого листа, когда мы смотрим на бумагу и не знаем, что у нас получится. Нам кажется, что у нас не получится так же красиво, как на фотографии, либо как на референсы. А иногда нам хочется нарисовать что-то с натуры, нарисовать своего любимого человека или нарисовать окружающий нас пейзаж. И как раз я вам расскажу, какие этапы нам нужны и что вы сможете сделать уже сегодня, чтобы достигать самых лучших результатов. Если вы давно хотите начать рисовать и у вас никак не получается, то ставьте лайк этому видео и погнали со мной рисовать. Чтобы передавать объем и чтобы рисовать, нам нужна, конечно, техника штриховки. И сейчас мы об этом поговорим. Нам понадобится бумага. У меня обычная бумага для черчения, госзнаковская. И также карандаши. Карандаши могут у вас быть различные по мягкости. Начинайте ваше изображение с карандашом, который твердо мягкий. То есть HB. Карандаш, который мягче в два раза, соответственно, это будет 2B. 3B в три раза мягче, 6B в шесть раз мягче, 7B в семь и так далее. В обратную сторону карандаши будут идти с наименованием H. То есть это может быть 3H или 7H. Они будут очень твердые. Такие карандаши нужны для каких-то чертежей, для рисования архитектурных форм, чтобы линия была очень-очень тоненькая, как волосок. Сегодня упражнение мы будем делать с карандашом 2B. И попробуем различные виды штриховки. Какие они могут быть? Это могут быть параллельные короткие штрихи. Давайте начнем рисовать в левом верхнем уголке. Короткие параллельные штрихи вот такого плана нужны для практически любой поверхности. Если нам нужно сделать ее прямой. Закрасить поверхность стола, например, либо коробку мы нарисовали. Любую вот такую плоскую форму. Это может быть перекрестные штрихи, пересекающиеся под различным углом. Та же самая первая штриховка. И добавляем дополнительную. Делаем пересечение. Для чего будет нужна такая сеточка? Как правило, это идет для усиления тона и для создания эффекта градиента. Посмотрите, я продлеваю штриховку. Добавляю усиление под углом 45 градусов. В академическом рисунке такая техника используется при рисовании кубы. Например, для затемнения угла, который ближе всего к нам расположен. Это могут быть длинные параллельные штрихи. Вертикальные, горизонтальные или диагональные. Соответственно, вы немножко меняете расположение карандаша в руке. Если на маленьких штрихах вы держали его как ручку, то здесь это будет немножечко другое направление. На 4 пальчика вы кладете карандаш. Большим пальчиком накрываете. Основное, конечно, такое направление. Основные пальчики это будут указательный, большой, средний. Но 2 других тоже будут помогать. Это нужно, чтобы ваша штриховка была более протяженная. Посмотрите, какой длины можно достичь, если мы берем карандашик по-другому. Конечно, при определенной сноровке вы можете держать карандаши вертикально и тоже делать вот такие длинные штрихи. Но это будет намного сложнее. Попробуйте и тот, и другой вариант, чтобы посмотреть, какая будет разница. Такая штриховка нам нужна для заполнения достаточно больших поверхностей. Зигзагообразные линии, которые поворачивают. Вот такая форма, она подходит для создания каких-либо текстур. Это могут быть волосы. Это может быть структура дерева. Это может быть любая другая форма, где нам нужна вот такая волнистая, либо совсем зигзагообразная структура. Они тоже будут нужны, поэтому потренируйте эту штриховку тоже. Волнистые линии примерно такой же тип, но здесь они как раз более мягкие. Волна, она пойдет более плавная, более легкая. Это какие-то природные формы, как правило. Это могут быть волосы, про которые мы говорили. Это могут быть животные, шерсти животных, какие-то травинки, пушистые участки. Хаотичные короткие штрихи. Это штрихи, которые идут в разном направлении, и они тоже могут использоваться для создания фактуры. Например, той же коротенькой фактуры животных. Или щетину можно рисовать тоже таким образом. Еще одна разновидная штриховка, это тушевка. Это когда карандаш не отрывается от бумаги, и вы работаете его широкой стороной. В таком случае у вас получается ровный тон. И главное, держите его плоско к поверхности и довольно далеко. Не держите за основание, где грифель. Какие плюсы? Можно сделать довольно ровное заполнение. Особенно, если вы его можете растушевать. Растушевывать можно вот с такими специальными тряпочками, либо губочками. Либо это может быть даже вот такая вот ватная палочка, которой вы растушевываете графит на этом участке. Но немножко будет теряться реалистичность изображения. Если вам нужна фактура, растушевывать нужно не всегда. Только в определенном случае, где нам нужно сделать вот такое ровное заполнение. Ну, например, кожу, либо какой-то гладкий предмет. Техника осветления ластиком. Она применяется для осветления части рисунка, иногда для создания блика. Из клячки скатывается небольшой шарик, либо вот такая острая форма. Скажем, у вас есть участок круга. Вот такой. Вы его затушевали. Все то, что вокруг убрали, получился у нас кружочек. Добавили ему осветление, то есть блик, скажем, посередине. И форма уже начинает казаться более объемной. Вот таким простым способом легко можно создавать округлые формы и шарообразные формы. Потренируйте все эти типы штриховки, потому что они обязательно нам пригодятся. Мы можем с вами попробовать сделать небольшой эскиз. Это может быть очень легкий и простой в исполнении кленовый листик. Наметим простую форму. Идет вот такая палочка. Дальше вы ближе к основанию. Можно на три части разделить форму. Ставите точку и делаете две направляющие. Мы сейчас потренируем с вами одновременно и линейный рисунок. И заполним разными текстурами. Это будет упражнение, которое пригодится практически каждому. Если вы еще не начинали рисовать, либо если вы когда-то давно рисовали, но немножко подзабыли. Штриховка никогда не помешает. Вот такой вот стилизованный кленовый листик мы с вами делаем. Сейчас вы можете разделить эту форму на прожилки по уголкам. Соедините несколько. Тут нам не обязательно достигать какой-то супер реалистичности. Это форма для того, чтобы мы ее заполнили. Заполнили определенным типом штриховки. У нас получились сектора. Попробуйте каждый из них заполнить по-своему. Например, в одном случае у вас идет диагональная штриховка. В другом случае вы используете короткие штрихи, которые пересекают друг друга. Здесь нужно будет нам немножко подключить фантазию. И из всех тех типов штриховки, которые мы с вами разобрали, заполните эту форму. Такие упражнения, и, кстати, именно с природным орнаментом, очень часто используются на занятиях по композиции. Очень много вот такого плана работ, конечно, и более сложных. Стилистически мы делали в ВУЗе, когда изучали композицию. Потому что такие вещи, они разрабатывают руку и всегда учат нас находить новые способы для того, чтобы изображать все, что угодно. Стилизация всегда нужна, и такая штриховка может быть в реалистичном рисунке тоже. Это такая основа и начало. То, с чего все начинают, когда мы пробуем техники, сравниваем их и смотрим, какая нам больше подходит. Таких форм можно делать несколько. Потренируйтесь на каких-то предметах. Не обязательно листик. Можно сделать его, а потом еще какую-то другую форму. И попробовать разные типы штриховки. Также используйте разные материалы. Это может быть не только вот такого плана графитный карандаш. Используйте мягкий угольный карандаш. Он будет вести себя по-другому. И такие зарисовки можно делать даже с помощью ручки. Все это упражнение будет очень полезно и поможет нам совершенствовать наши навыки. Специально с нашей школы Артматиты мы записали для вас серию мастер-классов, на которых вы сможете быстро научиться рисовать. Обязательно переходите по ссылке ниже. Заходите, рисуйте вместе с нами. Вы сейчас на экране увидите скрин, как это можно легко и удобно сделать. Я обещала вам рассказать, с чего точно не стоит начинать ваше рисование. И многие допускают эту ошибку. Когда мы беремся за очень сложные проекты. Например, это может быть какой-то сложный портрет, который вы задумали. Может быть, это портрет вашей сестры или мамы. Или какой-то памятный подарок, который вы очень хотите сделать. И решили сразу к нему приступить. Если нет достаточного опыта и вы не прошли базовые уроки, то в таком случае вы сможете разочароваться, все бросить. И этот результат может вам не понравиться. Поэтому обязательно будьте постепенны, начинайте с маленьких шагов, потихонечку. Выполняйте сначала простые упражнения, которые мы с вами делаем на уроках. И потом вы сможете нарисовать все, что угодно и реализовать любую вашу задумку. Если вы хотите узнать, как рисовать в разных стилях, как делать разные рисунки и композиции, обязательно подписывайтесь на наш канал. А также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.